Привет! Сейчас я покажу 5 способов, как можно увеличить скорость интернета и как улучшить прием Wi-Fi. Первый способ. Расположение роутера. Для оптимизации Wi-Fi сети нужно выбрать место, где меньше всего преград и помех. Препятствовать прохождению сигнала может некоторая бытовая техника. Холодильники, стиральные машины и массивные металлические предметы, провода и так далее. Во избежание этого роутер нужно ставить как можно выше. Чем выше расположить роутер, тем меньше помех ему придется преодолевать. И сигнал должен вырасти. И доказательством этому я сам видел, как многие торговые развлекательные комплексы размещают точки доступа на потолке. Большинство роутеров работают на частоте 2,4 ГГц. На этой частоте также работает много бытовой техники, поэтому не следует близко располагать роутер к этим приборам. Крайне нежелательно располагать роутер рядом с микроволновой печью, так как она при работе создает сильные помехи. Второй способ. Каналы и частоты. Наши домашние роутеры работают на частоте 2,4 ГГц. Для доступа к передаче данных частоты поделены на так называемые каналы. Для стандарта 2,4 существует 14 каналов. Теперь я покажу, как роутеры могут мешать друг другу. Для этого мы воспользуемся программами Insider для Windows и Wi-Fi Analyzer для Android. Эта программа сканирует и выводит в список обнаруженной Wi-Fi сети со всеми параметрами. Имя сети, уровень сигнала, MAC адрес, канал и так далее. Ссылки на программу смотри в описании. К примеру, мы находимся на первом канале. Здесь видно, что помимо нас еще есть 3 пользователя с достаточно большим уровнем сигнала. Для измерения мощности используется обратная шкала. Чем больше цифра, тем мощнее сигнал. Вот это наш варшрутизатор, а вот соседские, которые нам мешают. Роутеры так устроены, что все-таки будут работать на одном канале. Но они будут постоянно уступать друг другу, чтобы передать данные. Что, разумеется, отрицательно скажется на скорости. Но перед тем, как переходить на другой канал, надо учитывать, что каналы между собой пересекаются. К примеру, чтобы перейти от помех на первом канале, вам нужно перейти не на второй или третий, а на шестой канал. А иначе роутеры будут мешать друг другу. И чтобы правильно оценить занятость каналов, нужно выполнить проверку в месте, где пользуемся Wi-Fi и где располагается роутер. Нам нужно найти место, где меньше всего ловятся сетские Wi-Fi точки. Здесь меньше всего ловятся соседские роутеры. Сюда наш роутер и поставим. Благодаря перемене места, роутер не будет видеть соседские точки, и соответственно, не будет им уступать место для передачи данных. И скорость должна вырасти. Если переустановка места не помогает, соседские Wi-Fi точки ловят практически везде, то можно перейти на частоту 5 ГГц. Сейчас она более свободная. Всего лишь навсего два пользователя. И каналов здесь значительно больше. Этот стандарт поддерживает современные маршрутизаторы и гаджеты. Способ номер 3. Использование Wi-Fi репитера. Если вышеперечисленные методы не помогли улучшить сигнал, то можно воспользоваться репитером. Wi-Fi репитер это повторитель. Он работает по принципу ретранслятора. Он принимает сигнал и отправляет его дальше. Настраивать репитер очень просто. Я покажу на примере Huawei 320 модели. Подключаем в сеть. Как только загорелся индикатор питания, ищем устройство в Wi-Fi сети, на которую первоначально не установленный пароль. Открываем браузер и в адресной строке вводим 192.168.1.254. И нажимаем кнопочку Enter. Мы вошли в административную панель. Нажимаем Manual Connecting и видим все сети. Выбираем нужную нам сеть. При необходимости вводим пароль. Затем жмем Connect. Ждем 10 секунд и видим, как радиус нашей сети значительно увеличился. Вот, пожалуй, и вся настройка. Четвертый способ. Wi-Fi адаптер. Который поможет вытянуть сигнал не только своего роутера, но даже соседского, напротив. Подключаем в USB разъем и начинаем поиск. На некоторых моделях адаптеров и на Windows XP возможно потребуются драйвера. Но они идут, как правило, в комплекте на компакт-диске. Но если купить USB-удлинитель и поместить адаптер в водонепроницаемую упаковку и разместить адаптер за окном, то адаптеры будут доступны точки с домов напротив или со всего двора. Лучше покупать адаптер с наружной антенны. И пятый способ. Баночный отражатель. Рефлектор. Для этого нам понадобится алюминиевая банка, ножик, линейка и маркер. Для начала размечаем банку. Затем разрезаем банку по размеченным местам. Затем придаем форму и должен получиться вот такой отражатель. Мы должны рассчитать так, чтобы от центра антенны до рефлектора было 12 мм. Толщина антенны примерно 13 мм. Делим на 2, получаем 6,5 мм. И от края корпуса антенны до рефлектора нужно оставить 5,5 мм. Чтобы четко зафиксировать антенну на расстоянии 12 мм от банки, я проделал новое отверстие. И рассчитал так, чтобы между корпусом антенны и отражателя было 5,5 мм. Это технический запас линейки 7 мм. Я его вычел и получилось 5 мм от корпуса антенны до стенки рефлектора. Для того, чтобы отражатель эффективно работал, нужно направлять его вот этой стороной на то место, где плохой прием. Если будут отклонения больше, чем на 1 мм, сигнал лучше не станет. А если сделать все правильно, то он вырастет на 4 дБ. Но зачастую просто помогает пересуновка роутера в другое место. Сейчас много способов, как усилить антенну, либо собрать самодельную антенну. Но самым эффективным и простым является антенна Харченко с коэффициентом усиления до 12 дБ. Об этой антенне, подробно как ее собрать и как она работает, мы расскажем в этих роликах. А какие проблемы с интернетом есть в твоей местности? Пиши в комментариях и мы вместе попробуем их решить. На этом все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok